Урок математики 306 018 цифрами. Проверьте себя. Выберите число, которое на 7 меньше чем 7035. Проверьте. Укажите значение произведения чисел 70 и 800. Проверим. Укажите значение частного чисел 1962 и 18. Проверяем. Какое действие выполняется последним в выражении? Проверяем. Выразите в минутах 3 часа 40 минут. Какая из следующих записей верная? Укажите длину стороны квадрата, площадь которого равна 16 сантиметрам квадратным. Укажите периметр прямоугольника со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров. Проверяем. Чему равно частное чисел 856 и 214? Молодцы. Ребята, выполняя данные задания, что-то было для вас новым и неизвестным? Конечно же, ничего нового вы не услышали. Все задания вы выполняли неоднократно на уроках математики. Тема нашего сегодняшнего урока – письменное деление на трехзначное число. Решение задач на нахождение площади и периметра закрепления. Вначале вспомним алгоритм деления на трехзначное число. Найти частное число 8184 и 341. Определяем количество цифр в частном. В частном, ребята, у нас будет две цифры, так как первая цифра делимого больше первой цифры делителя. Первая неполная делимая – 818. Представим делитель 341 в виде круглого числа. Это будет число 300. 300 – это произведение чисел 100 и 3. Разделим 818 на 100 и на 3. 818 разделив на 100, мы получаем 8. 8 делим на 3. Ближайшее число к 8, которое делится на 3 – 6. Делим 6 на 3, получаем 2. Записываем цифру 2 в частное. 2 – это пробная, ребята, цифра. Умножаем цифру 2 с делителем. Получили число 684. Находим остаток. Остаток, ребята, меньше делителя. Значит, цифра 2 нам подходит. Мы оставляем ее в частном. Сносим следующую цифру. Цифру 4. Второе неполное делимое – 1364. Делим на 100 и на 3. Получаем 4. Проверяем. Умножаем 4 с делителем. В ответе получаем 1364. Значит, цифра 4 нам подходит. Оставляем ее в частном. Деление окончено. Частное чисел 8184 и 341 равно 24. А теперь, ребята, давайте вспомним, что такое периметр. Периметр – это сумма всех длин сторон многоугольника. Периметр обозначается латинской буквой P. Измеряется в миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах. Ребята, для того, чтобы найти периметр, нам необходимо знать длину и ширину. Складывая между собой все стороны, мы можем найти периметр. Ребята, как же найти периметр прямоугольника? Для того, чтобы найти периметр прямоугольника, надо сложить между собой все его стороны. Либо действием умножения – сложить противоположные стороны и умножить сумму на 2. Как найти периметр квадрата? Мы можем сделать это аналогично, сложить между собой все его стороны А можем заменить действием умножения Умножить одну из его сторон на 4 Как же найти периметр треугольника? Мы можем сложить все его стороны между собой Ребята, а сейчас посмотрите на экран и выполните практическое задание Подумайте, чему равен периметр этих фигур Периметр первой фигуры равен 160 сантиметрам Периметр второй фигуры равен 180 сантиметрам Ребята, а что же такое площадь? В чем ее измеряют? Площадь фигур измеряют единичными квадратами Площадь фигуры равна числу единичных квадратов, составляющих фигуру Площадь квадрата со стороной 1 сантиметр равна 1 квадратному сантиметру Площадь обозначается латинской буквой S И измеряется, ребята, напомню, в квадратных миллиметрах, в квадратных сантиметрах, в квадратных дециметрах, в квадратных метрах, в квадратных километрах Ребята, что такое площадь? Площадь это то, что находится внутри. Для того, чтобы вычислить площадь, нам необходимо длину умножить на ширину. Рассмотрим примеры. Площадь прямоугольника со сторонами 2 и 3 сантиметра. Это очень важно знать для того, чтобы найти площадь. Умножим 2 на 3. Получаем в произведении 6 сантиметров квадратных. Найдем площадь квадрата со сторонами 3 сантиметра. Для этого 3 умножим на 3. Получим 9 сантиметров квадратных. Площадь равна 9 квадратным сантиметрам. Сегодня на уроке мы повторили, как выполняется деление на трехзначное число и как вычислять площадь и периметр фигур. Для закрепления я предлагаю выполнить вам следующее задание. На странице 75 выполнить задание 304 и решить задачу под номером 307. Спасибо за внимание. На этом наш урок окончен. До новых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем урок русского языка для четвероклассников. Тема урока – повторение изученного за год язык и речь. Сегодня на уроке мы с вами определим значение языка в нашей жизни, вспомним, что такое речь, какой бывает речь, закрепим понятия диалог и монолог, повторим правила записи диалога. Начнем урок словами Константина Паустовского о русском языке. Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Без языка невозможна жизнь человека, людей, общества, развитие науки, техники, искусства. Значение языка отмечают русские пословица и поговорки. Мал язык да всем телом владеет, без языка и колокол нем, от доброго слова язык не сохнет. Не всегда легко выразить свою мысль ясно, точно и образно. Этому нужно учиться, учиться упорно и терпеливо. Писатель Алексей Николаевич Толстой говорил, обращаться с языком кое-как, значит и мыслить кое-как, не точно, приблизительно, неверно. Формы речи. Устная, говорение-слушание, письменное, чтение письмо и внутренняя речь, наше размышление. Устная речь может быть выражена в форме монолога и диалога. Что такое монолог и диалог? Монолог от греческого слова монос, один, логос, речь, это речь одного говорящего. Диалог от греческого слова ди, два, логос, речь, это речь двух говорящих. Диалог – это речь, когда активно поддерживается собеседником, и она свернута, так как в ней многое подразумевается в силу знания и понимания ситуации партнером. А монолог – это речь одного человека, он говорит, а другие слушают. К этому виду речи относятся разнообразные выступления одного лица перед аудиторией. Лекция, отсчет, речь учителя, сообщение, речь депутата, монолог актера. Монолог – речь непрерывная и неподдерживаемая слушателями. Прочитаем отрывок из стихотворения. Кто автор данных строк? Может ли назвать этот разговор по телефону диалогом? У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да подов это пять или шесть. Больше ему не съесть, он у меня еще маленький. Верно, это сказка «Телефон». Она знакома каждому ребенку. Автор этой сказки – Корней Иванович Чуковский. Будучи многодетным отцом, он написал ее для своих детей. Но и другим ребятам сказка очень понравилась. И теперь с удовольствием ее рассказывают и взрослые, и дети. В сказке Корней Иван Чуковский говорит с разными животными по телефону. Этот разговор можно назвать, верно, диалогом. Повторим правила записи диалога. Слова каждого лица называются репликой. Каждая реплика говорящего записывается с новой строки. В начале строки перед каждой репликой говорящего ставится тире. Подведем итог. Язык и проявление языка, речь, играют важную роль в жизни общества. Виды речи – устная, письменная, внутренняя. Устная речь может быть выражена в форме диалога и монолога. При записи диалога нужно соблюдать правила. Домашнее задание. Вам нужно будет составить диалог на тему «Помощь маме». На этом наш урок заканчивается. Спасибо за внимание. Добрый день, ребята. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы, наверное, догадались, чему будет посвящен наш сегодняшний урок. Тема сегодняшнего нашего урока – «Великая война и Великая победа». Все для фронта, все для победы. Была самым главным девизом того времени. Вы, наверное, знаете, что в этом году у этого события знаменательная дата. Исполняется 75 лет Великой Победы. Давайте вспомним страницы этой истории. 1 сентября 1939 года войска фашистской Германии под командованием Гитлера напали на Польшу. Началась Вторая мировая война. В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент. А 22 июня 1941 года ранним утром, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз. Около 5 миллионов солдат и офицеров, 4 тысячи танков, 39 тысяч пушек и минометов, 5 тысяч боевых самолетов, 200 военных кораблей Германии опрушили свой удар на нашу страну. Началась Великая Отечественная война нашего народа против немецко-фашистских захватчиков. Это было одно из самых тяжелых испытаний, когда-либо пережитых страной. И первыми на себя приняли удар пограничник. Что же такое война? Война – это страх, горе, беда, ужас, смерть, жестокость, руины, разруха, муки, страдания, бесчеловечность. По плану Барбаросса немцы собирались уничтожить советскую армию всего за 6-8 недель. Но уже в конце июля план молниеносной войны провалился. И эта страшная, разрушительная, бесчеловечная война длилась 4 года. На борьбу с врагом поднялся весь народ. Тяжело было всем. И солдатам на фронте, и тем, кто трудился в тылу, снабжая фронт всем необходимым. 1418 дней и ночей бушевал огонь войны, убивая людей и уничтожая все, что было создано их трудом. Десятки миллионов сыновей и дочерей потеряла наша родина-мать. Нет семьи, которой не коснулась бы война. За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 700 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик. В некоторых городах война была очень жестокой. Именно эти города названы городами-героями. Москва, Ленинград, Новороссийск, Тула, Смоленск, Мурманск, Волгоград, Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, Минск. Брестская крепость-герой. Все для фронта, все для победы. Судьба страны решалась на полях сражений. Люди трудились без устали. Чтобы фронт получил новейшее оружие, автоматы, самолеты, танки. Давайте вспомним, как это было. В сентябре враги окружили Ленинград. Блокада длилась 900 дней и ночей. Октябрь враги подошли к Москве. Начало 1942 года. Советская армия перешла в наступление. Победа под Москвой. Лето 1942 года. Бой за Сталинград. Ноябрь 1942 года. Разработан план наступления в районе Сталинграда. Начало февраля 1943 года. Немецкие войска были окружены и сдались в плен. Лето 1943 года. Сражение под Курском. Победа под Курском стала началом крупного наступления советской армии. 1944 год. Освобождение территории Советского Союза от немецких захватчиков. Советские войска вышли к германской границе. Апрель 1945 года. Штурм Берлина. Столицы фашистской Германии. 9 мая 1945 года. Красное знамя Победы развивалось над зданием Рейхстага, парламента. Этот день стал днем Победы в войне с фашистской Германией. Советский народ в Великой Отечественной войне над германскими захватчиками вышел победителем. Во многом благодаря массовому патриотизму, самоотверженности множества людей. Мы победили. Но какой ценой? Страна потеряла свыше 26 миллионов человек. В руинах лежали города и села. Враги взорвали древние храмы Новгорода. Разрушили великолепные дворцовые ансамбли Ленинграда. В Германии были вывезены ценнейшие произведения искусства. 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы прошел парад в честь Победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Принимал парад маршал Георгий Жуков. Командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. На мероприятии проводилась церемония повержения вражеских знамен и штандартов. После парада они были отправлены в Центральный музей Вооруженных сил. Ребята, скажите, когда же в России отмечается всенародный праздник День Победы? Конечно же, вы знаете. Правильно. Именно 9 мая мы будем отмечать этот праздник. Праздник со слезами на глазах. Узнайте, пожалуйста, у старших были ли военные действия в нашем крае. Кто из твоих родных участвовал в войне? Какие награды он получил? Наш сегодняшний урок я хотела бы закончить словами. 9 мая. Великая дата. Кто знает, что было бы тогда, в 45-м, когда бы и прадеды наши, и деды для нас не добыли великой победы. Наш урок окончен, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин